И у меня вырисовывается просрочка. Такое вот училище. Мне кажется, в шаурму надо вот в эту пойти. Истина, смотрите, какая красивая. Столкнулись с ситуацией. Сейчас в пятерочке. Кризис. Спасибо, что отняли у меня деньги. Всем доброе утро, мои хорошие праздники. Наконец-таки закончились. Вы знаете, как я к ним отношусь. Вот это не время отдыхать, знаете, в наши времена. Нужно работать, развиваться, учиться. А все приостанавливается, понимаете. Все, все отдыхают. В общем, был принудительный отдых был. И да ладно, и хватит с ним. Начинаем будни наши. Так, какие у нас сегодня планы? Сегодня у меня будет сессия одна. Потом я записалась на маникюрчик. Потому что нужно его сделать, пока не растратила все финансы. Потому что потом, ну, мало ли какая ситуация, да. И как бы будут уже отросшие ногти. Сейчас сделаю, но месяц они будут. Так что сегодня у нас маникюрчик. И сегодня сессия. Помимо этого, с выходом на улицу, мне нужно сегодня забрать посылку. Мне нужно сегодня забрать еще одну доставочку в другом месте. Мне нужно съездить в свое училище, написать заявление, чтобы искали. Искали мой диплом. И мне нужно поехать в полицию, взять справку о том, что они диплом не нашли, что диплом утерян. Вот. И еще я что-то записала. Я вчера на ночь ложилась спать. И просто не могла уснуть, пока я все идеи не запишу. Значит, с чем я пойду к своему коучу, с чем я буду работать. У меня такой огромный прям список, с чем хотелось бы поработать, что мешает моему продвижению вот вперед. Вот знаете, за стопор какой-то есть. И ты такая думаешь, блин, вот блин, блин. Сама внутри ты как бы складываешь, да? Но если я пойду к своему коучу, она мне поможет немножечко там разобраться, как я помогаю девочкам. Вот. Само собой не кайф. Пока у меня есть возможность ходить к своему коучу, я буду к ней ходить, потому что с ней быстрее идет рост у меня. Короче, когда кто-то со мной помогает, рост идет быстрее. У меня нет времени ждать. Вот. И вообще, пока до себя у меня руки дойдут, чтобы я села, знаете, проработала эти моменты. Хотя сейчас я осваиваю новый инструмент, с ним проще работать самой собой. Вот. Поэтому, поэтому скоро все будет. Ой, ну что, мои хорошие, попила чай. Узнала кучу всего, всякой информации, как можно двигаться дальше, какие есть варианты там и так далее. Вот. Чуть-чуть проснулась уже, я думаю, надо взбодриться тренировочкой. Сейчас пойду переоденусь, взбодрюсь, позанимаюсь. И потом позавтракаю и бодренькая, и неголодная буду проводить сессию. Все, мои хорошие, я потренировалась. Сегодня была такая довольно жестенькая тренировочка. Это четвертый уровень, вторая тренировка. Вот. Какие-то упражнения были прям энергозатратные, очень такие, как Биорпи, гусеница. Много движений, да. И очень много было выпадов сегодня. Вот. Пресс, я вообще люблю, я на прессе отдыхаю, можно сказать. Короче, все потренировалась, провела прямой эфир. То есть тренировка была в прямом эфире в инстаграме сегодня. Сейчас пойду, приму душ. Вот. и позавтраку и буду готовиться к сессии. Я уже в машинке, провела сессию. Чуть-чуть на сессии задержались. Мне прям хотелось, прям хотелось дожжать, вот так бы я сказала. И я таки это сделала. Вообще, я хотела поделиться с тем, что как-то невероятно, но ко мне приходят определенные люди. Очень светлые приходят. Так трогательно. Реально невероятные какие-то приходят. У меня уже было, я не знаю, человек 15, которых я не знаю совершенно. И у всех у них есть что-то общее. Вот какая-то светлость такая. Прям вот светлые люди приходят. Я восхищаюсь. Не знаю. Возможно, я таких притягиваю. Или, возможно, ко мне с моими умениями, не знаю, может быть, способностями. Определенные люди притягиваются. Но у всех их объединяет вот это. Мне нравится. Это классно. У всех разные ситуации. У всех... У всех все по-разному. Вообще, я считаю, что человек, который просто даже принял решение, вот он сам не справляется уже с чем-то, да, и он принимает решение уже даже обратиться к кому-то. Это большой шаг. Многие ведь живут просто идеей того, что к кому обратиться. Я сам лучше всего знаю, а сам себе и помочь не могу. И стою на месте. И для кого-то это просто норма. Кто-то не хочет двигаться дальше, а кто-то и не верит, что вообще можно двигаться дальше. Кто-то думает, что это их потолок. А есть такие люди, которые находят выходы. И неважно, сам ты себе это сделаешь, или ты куда-то пойдешь и к кому-то обратиться, но сам факт, что ты что-то делаешь для этого. Для решения своей ситуации, для реализации своей цели, для воплощения своей мечты в реальность ты что-то делаешь. И если ты не видишь движения из того, что ты сделал, то ты будешь искать новые движения. Что делать, чтобы прийти к своей цели. И даже если на первый взгляд кажется, что это такое неочевидное рвение, но я считаю, что просто прийти и довериться кому-то, кто знает как, это большой шаг. Это то, что я вижу со своего видения. И я это и в целом, в принципе, видела. Еще до того, как начала практиковать. До того, как вообще столкнулась с этой специализацией своей. Я и так видела, что люди разные есть. Кто как относится к жизни, к достижениям своим каким-то. Как это вообще все. В общем, я наслаждаюсь процессом. И каждый раз я счастлива вместе с вами. Неважно даже, знаете, какой результат в плане, насколько там он большой или маленький. Даже маленький результат, маленький шажок, маленький сдвиг, это начало чего-то большого. Поэтому я радуюсь. Я радуюсь. Я вижу улыбки на лице своих клиенток. И я радуюсь вместе с вами. Знайте об этом. Вот я вот так выхожу из сессии и ухожу, улыбаюсь. Так, сейчас я... Мне надо ехать на ногти. Перед этим я сейчас заеду, возьму там кое-что, доставочку одну и напишу заявление. Надеюсь, примут и не будет у них там перерыва, блин, в учебной части. А у них может быть перерыв, кстати-ка. Сейчас сначала заеду за доставкой. Вот, кстати, поделюсь вам своим училищем, где я училась. Вот. Такое вот училище. А вот это общага. Здесь у меня подружки жили, кто учился там с других городов. Его перекрасили, кстати. По-моему, оно зеленое раньше было, насколько я помню. Вот здесь всегда стояли парни, курили. И здесь вот я встретила на этих ступеньках своего первого парня. Серьезные отношения первые. Такие серьезные, как относительные. Вот здесь мы с девочками тусили. Вот этого турникета, кстати, еще не было. А вот здесь моя мастер всегда сидела в этом кабинете. Короче, обед сейчас у всех. Вот здесь вот расписание наше висело, мы смотрели. Вот здесь у нас было дело производства. Коридоры, по которым мы ходили, бегали. Вот здесь иногда тусили. Такой коридор. Помню, помню. Все кажется такое. Раньше, когда было помоложе, казалось, что здесь побольше места. Туалетики вот наши тут. Морской, женский. Встретила, в общем, женщина, которая у нас вела там делопроизводство. Она директор сейчас. Тоже встретили, узнали. Узнали даже друг друга. Так приятно. Мастера своего увидела. Пообщались. Короче говоря, все. Написала заявление, мне сказали в конце недели написать и узнать, есть мой диплом или нет. Мне надо в полицию пока сходить. Впрочем, время есть целую неделю. Вот. И потом уже, если диплом готов, со всеми документами к ним. И мне дадут диплом. Так, ну что, я в центре Ростова. Наворошиловскам. Моя девочка, которая делает маникюр, прикюр, она переехала. У меня остается полчаса машину припарковала. Вроде как вдоль дороги парковка, знак парковки. Я надеюсь. Я всегда в центре боюсь парковаться. Вот. Но я прошлась, посмотрела, там парковка. Я хочу покушать. Я очень голодная. Смотрю, что можно взять. Вот шаурма, наверное. И вот еще здесь какие-то клабы. Ну, что-то, мне кажется, в шаурму надо вот в эту пойти. Она прозрачная вся. Все видно, как готовят. Возьму здесь. Что-то я даже не спросила, какую мне шаурмичку. Посмотрите, какую мне огромную дали. Мне кажется, я половинку съев и все. Смотрите, где теперь я буду делать маникюр. Выходим. И тут балкон. Я всегда мечтала побыть на таком балконе. Вот, когда смотришь на вот эти домики, да, у нас в центре, красивые очень. Я все время представляла на таком вот балкончике себя. В этом что-то есть свое, понимаете? Вы смотрите. Это вот старый дом в плане вот, видите, красивый такой. О! И все, здесь можно сидеть, отдыхать. Вы представляете, как летом тут хорошо? В общем, Лиза устроилась прекрасно. Пошла я ее поздравлять. Истина, смотрите, какая красивая. я как будто попала не знаю куда, во что-то прекрасное. Та-та-та-ди, тадам! На самом деле, шла к Елизавете и хотела сделать себе ну вот такой цвет и градиент. Но когда она мне сделала, я, видимо, от блесточек так устала немножко, что я такая думаю, блин, как нежно, классно. Я говорю, давай так оставим, потом сделаем градиент. Я беленький градиент хотела сделать. Мы так делали уже. Ну, короче, вот решила вот так в итоге оставить. Так что я кайфую. Какая-то чистота, нежность на душе. Так, шапка ровная. Все, время у нас 5 часов. Сейчас я уже буду двигаться в направлении дома. Хотя вообще хотела за билетами. Меня билеты там ждут кое-где. Какой красивый цвет, боже мой, боже мой, боже мой. Милота, красота. Вот что у меня на душе сейчас? Нежность, розовость, спокойствие. Так, все, сейчас мне надо посмотреть, есть у меня время вообще заехать или нет туда. Доброе утро, мои хорошие. Сейчас пока сидела, написала девочкам напоминание, что сегодня у нас будут сессии. И оказывается, сегодня у меня две девочки, которые уже повторно записываются. будет интересно. Мне интересно узнать, как у них дела, как у них продвижение к их цели. Вот, очень интересно. Так что буду рада их сегодня увидеть, услышать. Сейчас сделаю себе кофе. Даньку отвела в сад уже. Потихоньку просыпаюсь, пока новости, то-се. Инстаграмные новости, ютубовские новости. Вот. И, в общем, обучение сегодня у меня. Вчера урок открылся, сегодня урок открылся. Нужно подгонять все это. Сейчас сделаю кофе. Не знаю, еще позаниматься надо мне. Так, все, тело болит в тренировочках. Все жестче и жестче в тренировочке. Тело чувствует. В общем, сейчас кофе сделаю. Кофе еще не пила. Короче говоря, девочки, столкнулись с ситуацией. Сейчас в пятерочке после сайзика иду, набрала продуктов, короче, там на 1600. А у меня с собой только телефон и, как бы, ну, оплата с кошелька. И что, они говорят, терминал не работает. Ну, все, ошибка. Я говорю, так, может, у меня там денег нет? Может, я другую карту подключу? Она говорит, нет, не работает. Типа, вы уже не первая. Прикиньте. И я такая стою и понимаю, что у меня наликом там, наверное, 600 рублей. А вот. Она говорит, вы, наверное, из банкомата не снимете. Ну, я сейчас пришла домой за картами подняла. Сейчас мы спускаемся и, как бы, я говорю, пока не разбирайте мой пакет. Я хочу купить там молочко, бананчики, виноградик, молочный ломтик. Короче говоря, мы сейчас будем искать возможности приобрести все это. То есть, надо пойти и снять нал вообще, который есть. Иначе так можно без продуктов остаться. Ну, или доставка, там, онлайн оплата и то, если она будет работать. Понял? Да. Короче говоря, с горем пополам забрала этот пакет, сняла наличные. Слава богу, они там были. Такая там мне продавщица говорит, вы наличные не снимете. Я думаю, на драндец. Короче, сняла последний налик, чтобы у меня было хотя бы на продукты вот так вот купить что-то. А прикиньте, я набрала тут молочка, виноградик, бананчик, яблочки Дэнни. Он захотел кашу вот эту вот. На самом деле, эта каша очень вкусная, как молочный этот, как молочный коктейль. Я тоже люблю его пить, но Дэнни давно его не брал, увидел, говорит, мама, хочу вот это. Я говорю, это же каша для маленьких. Я говорю, ну, возьми, если хочешь. Посмотрим, будет пить или нет. Сок взял себе, хлебушек взяли, ну и все, как бы ничего особенного. Хотя, на тысячу рублей, слушайте, на тысячу рублей посчитала мне. Очень странно, почему до этого она мне посчитала на тысячу шестьсот. Прикиньте, все это, она посчитала мне на тысячу шестьсот. Может, это был знак? Может, она что-то неправильно посчитала мне? Сначала было тысячу восемьсот, потом я ей дала карту пятерочка, и она мне посчитала на тысячу шестьсот два рубля. То есть, я пошла искать тысячу шестьсот два рубля. А может, я что-то не услышала? Может, она мне сказала тысячу восемьдесят два? А у меня даже 1082 не было. У меня реально там налика меньше тысячи. Короче, вот такие вот. Да, вот сейчас видите, тут вот. 1084. Может, мне послушалось 1602? Короче, мы с едой. Ой, крошки мои, я все вот так сижу, залипла. Я на самом деле сегодня очень устала. И такая усталость, знаете, она отчасти приятная. Но вот я прям чувствую, как я устала. У меня не всегда так. У меня иногда я заморочена что-то, какая-то суета. А сегодня вот прям я прям чувствую, что вот прям все, прям хочется лечь. У меня сегодня было две сессии. Сегодня была тренировка. И между сессиями я очень много концентрировалась на том, что куда, как развиваться. Да, там что-то вот, какие-то там каналы, какие-то что-то, фотографии какие-то еще, что-то обустраиваю. И, короче, концентрации много было между сессиями. И все, и вторая сессия закончилась. И я просто такая вышла, и все, и иду такая даденьки. И чувствую, что энергия покинула меня. Но после этого приятная усталость. Дай маме тоже вкусно. Вот. Сейчас я раздену, сейчас я сделаю себе чаек. Чаек, спасибо. Пожалуйста. И даку буду смотреть, черную любовь. Прям чуть ли не засыпать. Вот. Я включил черную любовь. Спасибо, Солунка. Пожалуйста. Слушайте, скитл съем розовый. Чувствуется, как будто в розовом много химозы. Буквально вчера мы ели красный, и красный был вкуснее. Мне не нравится зэка. Он какой-то химический. Ты разницы не чувствуешь, разве? Как будто шампунька отдает. Всем доброе утро. Мы собираемся в садик потихонечку. Да? Не завтра, а сегодня. Я вот такая лохматая. Натягиваю свой вот этот костюм. Быстро отвожу его в садик, потом занимаюсь с собой. Мам, зачем в садик? В садик надо ходить. У тебя хохолочек. В садике занимайтесь, отдыхайте, играйте, вкусно кушайте. Кушайте, развивайтесь, детки. И идем спать в садике. И в садике спать, да. Давай, одевай сапожки, застегивай, пойдем. Подвела Денечку в сад, сейчас пришла, пью кофе на улице. Такой мороз, просто ужас. Мне кажется, у меня щеки не двигаются. Ой, я когда отвожу Денечку в садик, у меня вот как будто я встаю, знаете, и все. У меня первым делом нацелена отвезти его в садик. Только он заходит в группу, все, я выхожу из садика и прям чувствую у меня совсем другое ощущение. Как будто, знаете, какое-то такое вот, все, свобода. И сейчас ты можешь делать вот все, что нужно тебе для твоего развития, для твоих целей и так далее. Я не знаю, что бы я делала без садика. Я вообще вспоминаю те дни, когда целый день я была с Денькой и еще умудрялась делать свои дела. И вообще не удивлена, что через несколько лет у меня начались вот эти вот панические атаки какие-то, да. Непонятное состояние, потому что я вообще хрен забила на свое тело. Ну реально, вот хрен забил на свое тело. И не важно, что я чувствую, для меня превыше всего были мои цели. Отдыхать? Кто? Кто? Кто такой отдыхать? Вообще о чем вы? Какой отдыхать? Работаем, работаем, работаем на износ. Вот так было, понимаете? А вспомните те дни, когда я вообще была беременна. Я, по-моему, тоже, хотя не беременна я, наверное, много спала. Потому что состояние, как бы, оно было сильнее, да. Но это, как бы, нормально, ты беременна. А вот когда я перестала быть беременной... Ну вспомните, когда я говорила, что я не высыпаю, что я сплю по 2-3 часа. Вы мне еще писали, что, Селена, мы подождем. Важно, чтобы твое состояние было хорошее. Вспомните, вспомните, кто это писал. А я что думаете? Спала? Нифига. Я продолжала работать. Более того, это даже не было, знаете, как надо, да, там. И мне настолько было желание, я настолько вся горела этим всем делом, да. Съемками, какие-то идеи, что я просто даже не могла спать. Даже если бы хотела, я не могла спать, я не могла уснуть. У меня в голове там просто такое происходило. Вот. Сейчас, конечно, тоже, но я себя, ну, как бы успокаиваю перед сном все-таки. Надо, 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 надо спать. Вот, например, вчера... Ой, у меня же идея, вот это вот не идея, с взысканием, кто смотрел прямой эфир, где я тренировалась. Пыталась тренироваться, но у нас с интернетом что-то было. Вот. Ну, то, что прямой эфир идет, и я включила на телевизоре тренировку свою, она начала немножко тупить, поэтому мне пришлось прямой эфир выключить. Но в прямом эфире я рассказывала историю и просила поделиться, у кого было подобное, что у меня пришли штрафы на госуслуги. Штрафов немного, там, ну, два по пятьсот рублей, то есть один четыреста девяносто семь рублей, что ли, второй пятьсот рублей. У меня уведомления не подключены. Почта, видимо, подключена другая, ну, за которой я особо не слежу. Короче, уведомлений у меня никаких не было, что, оказывается, у меня там штрафы нужно оплатить. Я захожу в госуслуги, у меня, типа, у вас ничего нет, у вас нет неоплаченных штрафов, ничего. Но вдруг ко мне в банк начали приходить сообщения, что, типа, сняты деньги, взыскания. С одного банка сняли тысячу рублей, ну, два по пятьсот, да. Со второго банка сняли через полчаса два по пятьсот. То есть уже снимают больше, и я не пойму. Такое ощущение, что как будто, может, арест наложен, да, как бы их как бы не сняли, а как бы забрали. Но у меня в истории минус стоит, минус-минус. И меня вчера взбесило, когда они сняли с кредитной карты. С кредитной карты, где я опла... Она даже не кредитная, она не кредитная, нет, она не кредитная карта, это просто, ну, такой кредит, короче. И я там оплачиваю все, там четко, там небольшой кредит, но сам факт, что я оплачиваю четко, ну, сумму определенную, а они берут и снимают с этой суммы, которая должна у меня была пойти за кредит, понимаете, и у меня вырисовывается просрочка. Это вообще нормально? Там нет, ну, там, не, там были наличные, но, видимо, я эти наличные кладу на счет, да, а потом в определенный день эти наличные списывают. И по ходу до списания у меня взяли и забрали оттуда часть. И я в шоке такая. Я захожу, и у меня, типа, просрочка, и, типа, переносится на следующий месяц. Я думаю, ну, это вообще уже ни в какие рамки не лезет. Одно дело, когда наличные есть, и их там снимают, замораживают, а другое дело, когда вы берете уже с кредитной, с кредитного, даже не с кредитной карты, ладно, кредитную карту там снял, положил. А именно кредит, который снимается раз в месяц, и нужна определенная сумма. И делать мне задолженность тем самым, ну, это вообще... Короче, этот момент меня взбесил. Я просто встала уже 11 часов, я все не могла уснуть. И Денька тоже, ну, я встаю, когда он не спит. Я встала, пошла на эти госуслуги, давай там все шерстить. Короче, я решила оплатить с госуслуг. Вот я оплатила с госуслуг, хотела заявление подать, что, типа, оплачено все. Там какой-то запрет идет. Не могу я написать, что, типа, оплатила все. Там какая-то галочка мигает и не дает мне отправить, что ли. Я что-то не пойму. Короче, думаю, ладно. Оплатила вот эти два, там как раз они разных номеров. Вчера ночью. Буду ждать. Я в надежде, что они, как бы, типа, как заморозили эти деньги, как бы сняли, ну, заморозили, но должны вернуть. Как бы это исполнение должно отступить от силы, и тогда должны отозвать, я так думаю, логично, отозвать вот эти вот исполнительные иски какие-то. Ну, это вообще, конечно, надо подключить, наверное, на госуслугах уведомления, на телефон хотя бы. Не знаю, короче, что-то надо сделать, чтобы мне приходили уведомления. Он, короче, вот это вот напрягает меня два дня уже, вот это тянется эпопея, или три даже. И кто-то говорит, не плати, не вернут деньги, дозвониться туда невозможно, а съездить туда просто нет времени у меня, девочки. У меня расписаны все дни. Вот сейчас, допустим, я проснулась, они сейчас и не работают даже. Может, работают, но я не могу вот так вот скачать прям и бежать. Мне, во-первых, надо проснуться. Ну, то есть, этот день будет вообще весь наперекосяк. Из-за чего? Из-за того, что, блин, вот так вот. Из-за чего? Из-за того, что я... Из-за того, что у меня не подключено уведомление, из-за того, что я вовремя не оплатила что-то. Кошмар. Короче говоря, вот сегодня у меня день для себя. Что это значит, день для себя? Всю неделю у меня были клиентки, да, я помогала в чем-то разобраться, что-то прояснить. У кого-то были какие-то инсайты, кто-то... Вообще удивительно иногда, когда человек приходит и такой, вот я не знаю, вот я не знаю, я не знаю. И вот просто, и пока идет сессия, у меня порой сама удивляюсь в процессе, да, и человек такой, я поняла. А, ну все, я поняла, вот в этом было дело. Я говорю, серьезно, все? То есть, то, с чем пришла, вот оно решилось сейчас? Да, и бывают люди, у которых это все очень быстро происходит, как будто вот что-то маленькое мешало им это осознать, понимаете? И вот нужен был какой-то толчок, или нужно было вот как будто стереть с поверхности что-то, да, чтобы человек... А, вот оно что! А он, может, где-то чувствует запелено все это, да, что что-то не то, что-то, что-то, что-то. И вот долгое время не поймет, что же это, понимаете? И стоит вот в каком-то деле на месте, да, в какой-то вот... То решиться не может, то ли еще что-то. А когда немножко протираешь, как бы, ему становится прозрачно, и он такой... О, так вот оно что! И все, и быстро меняется все это, и происходит огромный какой-то рост, скачок. Супер! И мне очень нравится это наблюдать, и я прям такая, ну, радуюсь, да, за людей, что у них что-то меняется, они двигаются. А сама я знаю, что у меня есть какой-то момент такой, который тоже нужно подтолкнуть. Более того, я примерно даже знаю, как это и что, но мне хочется вот все это структурно, и у меня есть возможность пойти к своему колчу, и я уже давно записалась к ней. И вот сегодня утро, день, да, у меня начнется с нее. В 11.30 у нас встреча. Я записала уже на листике все, что меня беспокоит, какие моменты, вот. У меня просто даже нет времени, честно говоря, сесть и сама с собой пообщаться. В целом я как бы знаю, что как, да, но мне хочется с ней это все решить. С ней как-то проще и быстрее получится, чем я сама пока найду для себя время, пока выряю. Вот я выцегонила у себя, да, вот этот вот час. Все. И этот час будет работы над собой. И мне будет в этом еще и помогать человек. Вот. До этого мне нужно позаниматься, позавтракать и посмотреть, что там с видео. Публиковать вам видео или смонтировать видео. То есть время летит неумолимо. После этого у меня практика, вот. У меня практика, я планирую закрыть всю практику сегодня. То есть нам, ну, там осталось парочка практик. Вот я планирую закрыть. У меня будет практика одна, потом практика вторая. Я уже, конечно, в этом все. То есть у меня вообще нет никаких вот, знаете, раньше на практику идешь, когда первый раз, второй, там, третий, ты идешь и такая думаешь, блин, чуть-чуть нервничаешь. А так как я уже практикую, так как я уже беру людей, для меня это практика, как будто я там буду кого-то учить, а не меня. Такое ощущение, да, что я покажу, как вот я это делаю. То есть я уже буду делиться опытом, да. Потому что, ну, бывают там кто-то переживает, еще не совсем уверен, да. А я уже освоила это, очень круто все. Вот. И поэтому, ну, то есть практику по факту надо закрыть, чтобы их было определенное количество часов. Вот. И потом, и потом будет супервизия. И потом будет практика, которую будет проверять у меня профессионал, давать свою обратную связь. Вот. Что-то подскажет, если что-то не так. Либо скажет, что ол гуд, ол гуд, молодец, так держать. Может быть, как-то усилит меня еще. Вот. Поэтому у меня сегодня такой день закрытия всех практик, да. Работа над собой, супервизия. Это очень круто. И сегодня у меня последняя неделя, когда заканчиваются все уроки. Все, будет итоговый тест. Вот такие дела. И все. И потом сдача документов. Кстати, сегодня, пятница же, надо позвонить в училище. Они сказали, позвоните. Вот. И мы, так скажем, нашли ваш диплом или нет. Возможно, сегодня я буду знать, уже когда я его получу. И, наконец-таки, сдам все документы. Ух! Великий день. Ну, что, мои хорошие. Я уже включила новую тренировочку. У меня, видите, прогружается, колесико крутится. Потому что у меня я сразу заливаю на две площадки видео. И, кстати, хотела вам сказать, о чем я еще не говорила. Я очень даже рассматриваю контакт как вариант. Мне вообще кажется, что даже если вдруг включится монетизация на YouTube, вот этот опыт уже, знаете, никуда не убрать. Когда у тебя просто взяли и отобрали весь твой доход. Вот ты работал, работал, старался. Да? И как ты живешь этим. И все. Это смысл твоей жизни. И вдруг у тебя... Ну, не смысл твоей жизни. Понятно, что есть что-то больше, да? За всем этим стоит. И как раз-таки это все берут и отнимают, да? Посредством. Вот. Ну, как бы поэтому... Меня это не устраивает. Меня это не устраивает. Я бы хотела, чтобы так не было. Чтобы кто-то из-за чего-то вот так мокро взять и распорядиться чем-то твоим выстроенным. Поэтому я планирую осваивать другие площадки. Вот. И как я вам говорила, что Рутьюб у меня есть канал, да? Пока что я только главный канал создала. Надо второй еще создать. Возможно, под этим видео я уже ссылку оставлю и на второй канал. В общем, на оба канала на Рутьюб. На оба канала на Дзен. То есть я дублирую каналы, да? На Дзен. И ВКонтакте я уже открыла две группы. Одна группа — это главный канал, где будут все видео. И вторая группа — это канал Shopping Life. Вот. Ну и, соответственно, моя страница. Основная, на которой я общаюсь. Поэтому добавляйтесь в ВКонтакте. Добавляйтесь в группу. Более того, в ближайшее время я проведу там прямой эфир. Возможно, даже уже есть анонс. И если он есть, если я уже назначила дату, то под видео, под этим будет вся информация. Когда будет прямой эфир ВКонтакте. Я хочу его провести. Вообще, я помню, что ВКонтакте мне очень нравился всегда. Он был очень удобен для меня. Когда слышу, что говорят, я захожу ВКонтакте, ничего не понимаю. Конечно, там очень много обновлений. Сейчас там очень много возможностей. Там есть все. И сторисы, и видео, и музыку. Там музыку можно монетизировать. Представляете? То есть вы всегда мне говорили, Селена, почему ты вот музыку там не пишешь, не продвигаешь? Да, если будет возможность у меня ее монетизировать, то это уже лучше. Но хотя оно все равно не окупится ни в коем. Я не знаю, когда оно окупится. Потому что одна песня, да, у меня стоит, я вам говорила, да, 7000 это сведение мастеринг. Плюс купить минус, да. Минус, если хороший брать, и прям вот классный под заказ, это 20000 минимум. Вот, если такое брать немножко лайтово, уже готовы под него что-то, ну, до 5000 можно такое купить. Вот, но все равно более 10 тысяч получается одна песня. Конечно, я столько не заработаю на песне. Но это тоже круто. И там можно монетизировать, в принципе, все. Поэтому я ВКонтакт буду развивать, буду развивать свои сообщества, свою страничку. Поэтому обязательно, кто есть ВКонтакте, пожалуйста, добавляйтесь, поддерживайте. Там очень много реальных инструментов, и я их потихоньку осваиваю. У меня уже появился человек, который будет мне во всем этом помогать. Он ВКонтакте очень хорошо разбирается, поэтому вот так вот. В общем, вся информация будет под видео. И вот так вот. Я буду развивать две площадки. Кому удобно, ВКонтакте занимайтесь. У меня вообще, знаете, такое желание, чтобы вообще YouTube, ну и нахрен, нет монетизации, закроют его. Ну и ничего страшного. У меня вот такое. Я хочу вообще в новое. Я хочу, чтобы вот у нас в России все было. Вот. Хочу, чтобы вот было вот так. Вот честно, да, классно. Если сейчас все вернут, все опять пойдет на свои круги, опять пойдет заработок и так далее. Но где-то внутри мне хочется, чтобы этого не случилось. Представляете? Я офигею. Мне хочется новое что-то. Мне хочется развить и развиваться внутри страны. Вот так хочу. Тренировка закончилась. Михаил жжет сегодня. Все, сейчас растяжка и в душ. Все, закончила растяжку, включила сразу. Тут у меня, понимаете, там события, короче. Я что хотела сказать, что чаще всего я занимаюсь, ну не завтракая, короче до завтрака. Я пью вот одну кружечку кофе, вот, да, у меня заканчивается. Я даже ее не допивала, понимаю, что уже я ее долго пью, потому что я быстро не пью. И надо заниматься. Я ее тогда оставляю, беру стакан воды, вот, начинаю заниматься, пью воду, воду, воду. Потом позанималась, я еще допиваю кофе, иду в душ, там, может, какие-то дела быстренько поделаю. И я обедаю завтраком. То есть уже потом через полчаса, через 40 минут после тренировки, уже как бы время обеда. Я обедаю завтраком, то, что хотела съесть на завтрак. То есть либо это овсянка, либо это там рыбка, бутерброды какие-то, да, либо яишенка, ну вот что-то так. А потом вот уже среди дня, там, где-то в 3, в 5, ну, с 3 до 5, до 6, вот такое, у меня плотненький идет обед. Ну, стараюсь до 6 это хорошо плотненько поесть. А потом вечером я уже что-то такое легенькое, ну, либо десерт, конечно. Вот, но вес все равно уходит, и меня это радует. Он медленно уходит. Но я, помните, вам говорила, что не столько я хочу, чтобы ушел вес, сколько я хочу, чтобы вот эта дряблость и какие-то, да, пресек появился, чтобы все закачалось. И, конечно, я понимаю, что мне нужно белка больше есть. Белка. А у меня что-то белка не очень много. У меня вот клетчатка в рационе. Не, ну, короче, примерно одинаково. Белок, клетчатка, что там еще, углеводы правильные, но это только, наверное, в этой, в овсянке, которую я ем в обед, и то не каждый день. Ну, короче, питание на самом деле хорошо бы нормализовать, но на это нужно отдельное время, как бы с этим я еще буду работать. Сейчас оно не остро стоит. Я вижу результат, я смотрю на свое тело, мне нравится. Когда я вам танцую, даже когда я вам занимаюсь, я вижу, что у меня прям классное-классное тело. Вот, кайфуем. Короче, у нас уже завтра будет 20-я тренировка из 30-ти. Мы заканчиваем четвертый уровень, и потом, походу, все 10 тренировок будут на пятом уровне. То есть будем вот так вот фигачить. Сегодня комфортно довольно-таки было, но подзабилось все. Все, короче, пошла в душ, я хочу голову еще помыть. Я хочу сегодня быть вообще максимально свеженькой. Хотя у меня голова не грязная, мне кажется. А, нет, уже, да, в хвостике не видно. Пошла. Та-да-да-да-да-дам, хорошие новости. Сейчас позвонила в свое училище. Мне сказали, что меня нашли. У меня, оказывается, диплом выписан на старую фамилию, которую я поменяла. Так что мне придется со всеми документами о расторжении брака все отсылать. Вот, и все. В общем, его отдали там на готовку. Сказали, позвоните в конце следующей недели. И если он будет уже готов, то приходите со всеми документами оставшимися, которые остались. И все, мне выдадут диплом. Господи, что, боже мой! Это первый момент. Потом мне все эти документы нужно сдать в свой институт. И уже потом ждать, когда будет мой новенький дипломчик. Ой, ну это хорошая, хорошая, хорошая новость. Я прям рада. А еще сегодня я перепутала, представляете? Я записала, что у меня встреча с моим коучем на 11.30. И я такая уже готовлюсь, все, там остается 3 минуты. Я, девочки, чтобы вы понимали, ставлю будильник. Вот даже в течение дня я могу так уйти в свои мысли, что просто не замечу, как время прошло. А у меня, например, встреча в 2 часа. И я за 5 минут до встречи я ставлю будильник. У меня 5 будильников может стоять за целый день. Я ставлю будильник, чтобы он зазвенел за 5 минут до встречи. И спокойно тогда занимаюсь своими делами. Кстати, лайфхак для тех, кто не может отпустить время. И чтобы это все не держать в голове, голова тем самым расслабляется, да, и ты просто делаешь что-то другое и не думаешь, не держишь в голове, что там, там, поглядываешь на эти часы, будильник зазвонит. Вот. И, короче, у меня зазвенел будильник, все, я такая, она готовит, ра-та-та. И такая, думаю, что мой коуч что-то мне не пишет. Такая, думаю, да, я ей напишу. Типа, как у нас там, все в силе сегодня там или это. Я захожу в нашу переписку, и написано, что мы с ней встречаемся не в 11.30, а в 14.30. То есть она говорит, подходит это время? Я пишу, да, и мы договорились на 14.30. А у меня же выстроено весь день от того, что в 11.30 у нас будет встреча, потом у меня сразу практика через полчаса, и потом после практики у меня будет супервизия. И я такая думаю, обалдеть, обалдеть, что же мне делать, я не успею тогда. Это все идеально сложило, понимаете? Я, давая девчонкам в группу писать, говорю, давайте чуть раньше начнем, потому что там у меня впритык уже это. Ну, в общем, а мы вообще изначально с девочками договаривались на 12. И чтобы вы понимали, я до этого их попросила подвинуть наоборот. Не в 12, а в час. Они все согласились, а теперь я их прошу обратно подвинуть пораньше. Короче, сама себе усложнила задача, но, в общем, на полчаса раньше сможем начать. Не сильно там все у меня перестроилось, но я теперь час просто сижу из-за своей невнимательности. Сижу и смотрю сериалу. Ой, ну ладно. Зато позвонила в училище, там бы не позвонила, потому что времени бы даже, наверное, не было бы. Я не успела бы даже вспомнить о том, что туда надо позвонить. А теперь вот знаю. И с понедельника, наверное, пойду по всем этим инстанциям. Такие дела. Та-да-дам, тадам, я в машине. Очень резко. Сейчас собираюсь за Денечкой ехать. Потом по делам надо съездить. Успеть там, пока не закрылось одно местечко. Короче, вообще, у меня сегодня пятница. Просто это какой-то... У меня сегодня была сессия с утра. Две, две. Потом у меня была еще одна сессия. Я была уже клиентом. А потом у меня была супервизия. И очень круто. Вообще, я сейчас очень довольна, потому что я по учебе практически всю практику, все вот эти моменты прошла. Осталось только пару лекций дослушать. И все. И все. И тест сдать итоговый. И все. Это очень круто, что осталось совсем чуть-чуть. Самые важные такие моменты. Все, я прошла и сделала. Это круто. И сегодня была обратная связь от специалиста. И просто она меня еще больше усилила. Вообще. Потому что она мне дала только положительную обратную связь. И вообще ничем даже не дополнила. И сказала, что вообще все супер, все четко. Что вот я как специалист просто молодец. И еще вообще показалось суперские результаты. Потому что к результату пришли очень быстро. То есть скорость. А это от того, что были правильные и точно заданные вопросы. Короче говоря, я счастлива. Я прям вообще в этот момент, мне кажется, я прям светиться начала как солнышко. И почему я вам говорю? Потому что это очень важно. И даже в момент сессии, когда проверяет тебя уже специалист. То есть он проверяет твою работу. Кого они выпускают. То есть нужно либо дать какие-то рекомендации. Либо вот что-то где-то поправить. Это важно. Как экзамен ты сдаешь по практике. И когда у тебя клиент сидит, и ты вот как бы с ним работаешь. А там смотрит на тебя профессионал, понимаете? И он как бы смотрит, что ты делаешь. И как ты это делаешь. В общем, оценивает твою работу. Но я как бы себя уверенно чувствовала. Но все равно был такой легкий дискомфорт от того, что тебя оценивает не просто наблюдатель какой-то, а тебя оценивает специалист. И сейчас он прям оценивает твою работу. И я, знаете, был какой-то момент. Думаю, ой, что-то может я не то, не так. Хотя я уверенно шла, но по ощущениям, да? Легкий такой какой-то там мужичок такой был. И я все равно ожидала, что как бы она скажет, как всегда, да? Она скажет, что хорошего получалось, что сильного получалось. И потом в конце скажет какие-то коррективы, да, где можно было бы что-то добавить или еще что-то. И она просто сказала, что все просто перфект. И я так поняла, что я практику сдала на пять с двумя плюсами. Вот. И я таки утвердилась еще больше в своих умениях, в своей новой профессии. Потому что обратная связь от специалиста — это не хухрым-ухрывом, как говорится, да? Вот. И что еще? Что еще? Что еще? Просто сегодня я еще была клиентом несколько раз. Ну, потому что несколько было таких моментов. То есть одна, вся вторая, третья. И я проработала все, что можно было. У меня теперь есть просто четкий план, четкие цели. Что мне надо? Как мне к этому прийти? Что мне нужно сделать? Просто такая ясность в голове конкретная, да? Что я прям сегодня такая вот поработала так над собой и просто выдохлась. Вот. И сейчас уже такая, все, 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 никаких больше обязательных моментов нет. Завтра выходные, завтра еще будет сессия. Да, да. Вот. И все. И все. Мы на пути чего-то классного. То есть диплом мой нашли, да? Дупликат будут делать. Практику закрыла. Вот. За выходные сейчас закрою еще всю учебу в институте. И будем ждать мой диплом. Эдакий не может-то не радовать. Вот. И я выскочила из дома сейчас. За Денькой бегу. И потом поедем. Так, ну что, крошки съездили мы по делам. И вот я уже сижу голодная. И ем, наминаю эти роллы. Заказала роллы. Сегодня отмечаем день закрытия моей практики. Вот. Я молодец. Все очень сделала хорошо. Отлично. Я с собой довольна. И вот моя благодарность самой себе. Приятного аппетита. Девочки. Короче, сейчас у меня была прям... Сейчас я сделала прямой эфир. Как раз после прямого эфира я там записалась на одну встречу. Вот. На одну встречу по продвижению. Ну, то есть очень важно. Потому что в этом смысле у меня вообще знаний как-то не очень много. То есть я понимаю в Ютубе, да, как бы как продвигать там свои ролики. То-се. То есть как блогер. Вот это все дело, да. А вот по поводу там продвижения своего продукта там и все такое. В этом смысле как бы я не очень знаток. И, короче, я сегодня была на консультации такой вводной. Давно себе присмотрела эксперта в этом деле, который сможет мне помочь, такого наставника. В общем, сегодня мы с ней пообщались. И я поняла, что все. Это она мой наставник, короче. Я еще одно обучение приобрела. Ну, главное там, ну, там не каждый день учиться, да. Там больше своя работа. Она больше помогает с какими-то определенными шагами. Но это вообще в другом направлении. То есть это не коучинг. Это уже именно немножко другое. Вот. Сейчас у меня через 5 минут будет практика. Сегодня, блин, суббота. Как я вам показывала. В прямом эфире показывала, да. Загрузку сегодняшнего дня. Но сейчас вот практику пройду. У меня останется время. Мне хорошо было бы съездить пару мест. Вот. Потому что на все эти обучения нужно очень много денег. Но, честно говоря, реально очень много денег. Ну, то есть раньше бы, вот буквально, я не знаю. Я очень хорошо слушаю свою интуицию. И вижу экспертов издалека. Вот это я умею вообще делать отлично. И я понимаю, что сейчас эти вложения, они прям необходимы. И они очень нужны. Вот именно в этот период, вот как никогда, вы представляете, раньше, чтобы я такие деньги платила за обучение. Мне кажется, это так дорого и так далее. Но сейчас, видимо, я чуть-чуть расшатала свои вот эти какие-то внутренние установки и так далее. И я прекрасно понимаю, что мой скорый рост будет только через этих людей, через экспертов. Поэтому я оплатила первый взнос за новое обучение. И сейчас у меня просто, у меня настолько сильное желание, что сейчас мне нужно искать в первую очередь, не как закрывать свои кредиты, ипотеку там, да. Ну, ипотека на самом деле закрыта на следующий месяц и через следующий месяц, по идее. Да, то есть как бы есть у меня там моменты. Но всё равно, короче, и у меня сейчас просто сильное желание заработать именно на это обучение. Это то, что помогает мне, поможет мне хорошо стартануть. Я понимаю, что это необходимые вложения. И так сильно, как в кризис, я ещё ни разу не вкладывалась в учёбу. Вы себе не представляете. Я думаю, ля со стороны так посмотреть, реально с деньгами туго, зарплату отключили, кредиты есть. Но я нацелена на обучение, то, что поможет мне просто вот так, взлететь, как ракета. Вот. И прям, знаете, это некий риск даже такой, отчасти. Какой-то такой риск. Но вот видите, он сработал именно в этой ситуации. В этой сложной финансовой ситуации. Ты ищешь деньги. До этого я могла бы их легко найти, но почему-то я даже и не шла, и как-то особо мыслей там не было. А именно в кризис вот так это работает. Я в шоке. Но пусть. Если, девочки, если, когда, даже я вот так скажу, когда я увижу результаты от всех своих обучений и всех своих наставников и так далее, я вообще поблагодарю весь этот кризис. Спасибо, что отняли у меня деньги для того, чтобы я их нашла ещё больше. Не знаю, какая-то сейчас, какой-то сейчас, на мой взгляд, это какое-то волшебство, какая-то магия происходит сейчас. Потому что это какие-то необъяснимые вещи, понимаете, немножечко. Нет, часть объяснима, если сесть так и разэтываться, почему, да, как, да, у меня всё логически, да. Но при этом что-то такое вот волшебное происходит, да. Когда мне говорят там, типа, вот ты говоришь там о коучинге, да, что это магия, волшебство, это так далее. А вот сейчас, типа, это, в стране вот у нас такое происходит. А можно ли что-то изменить? Вот чтобы раз этого и не было. А я спрашиваю, да, девочка мне это написала, я спрашиваю, я говорю, а как вы видите варианты изменения всего этого? А на что она мне отвечает? Ну, вы же коучингом занимаетесь, вы же говорите, что это магия. Я говорю, а что для вас магия? Здесь тоже такой, знаешь, момент, когда я просто говорю о каком-то волшебстве, о какой-то магии. Я ведь вкладываю в это своё. Я не волшебник, да, но магия происходит. И в моём понимании магия порой это иногда волшебство, когда ты просто думаешь о чём-то, да, вот идёшь там и знаешь, парковки нигде нет, там всё жёстко. Но ты идёшь в своё время по каким-то своим делам, и именно для тебя самая лучшая парковка свободна. Это ли не волшебство? Это ли не магия? Я всегда обращаю на такие вещи внимание, и это сплошь и рядом, не только с парковкой, а когда ты что-то хочешь, тебе срочно нужны деньги, а денег вообще нету, и тут происходит магия, а деньги появляются. Это ли не магия? Ну, я вот это волшебством называю. Поэтому у каждого понимание волшебства и магии своё. Это тоже нужно учитывать. Всё, девочки мне пишут уже, я пошла чай сделаю и в практику. Когда дадим, дадим, ночь глубокая, вообще по выходным, вот сейчас я заметила, что вот с пятницы мы начинаем поздно ложиться, сейчас уже начало первого, мы ещё не спим, но сейчас уже собираемся идти ко сну, вот, высыпаемся, главное, до конца, завтра опять наметила себе кучу планов, первым делом надо выехать из дома и вот съездить по делам, потом уже приехать домой, и дома есть вот уже кое-что ещё в магазин надо съездить, там в пару мест надо съездить, потом прийти домой видео снять, потом мне весь день, вечером опять обучение, вот, что я хотела сказать, сейчас все активно добавляются ко мне в контакт, в контакте, да, я веду страничку, сделала две группы и тоже туда заливаю видосы, как-то в контакте, вообще его всегда любила этот контакт, на самом деле, мне там довольно привычно, понятно, что там много всего уже наделали, но мне там довольно привычно работать, вот. И я такие знала это, знала, но сегодня мне напомнили, что в контакте добавляются в друзья только 10 тысяч друзей добавляют, а потом уже нельзя добавлять, то есть лимит там 10 тысяч друзей, и потом только остаётся в подписчиках, я так поняла. И, короче говоря, пока ещё нет у меня 10 тысяч друзей, добавляйтесь, я потому что добавляю сейчас в друзья всех на свою страничку, вот Селена своя основная страничка, я добавляю всех туда в друзья, поэтому кто хочет успеть в этот лимит, добавляйтесь, будете в друзьях. Но в подписчиках тоже там за всем можно наблюдать, комментировать и так далее, но просто кто-то вдруг хочет вот быть в друзьях. Имейте в виду, что есть лимит, вот все ссылки на мои соцсети под видео, прям выбирайте, какая вам больше нравится, может быть, вам несколько нравится, Рутюб, Контакт, группы, профили, Дзен, короче, везде-везде добавляйтесь, вот, где хотите, где удобно вам. Ну, а я сейчас себе скачала две книжки и буду изучать новое. У меня есть здесь просто литература по коучингу, которую бы я хотела освоить, вот, и хочу почитать, немного подрасшириться. Мне мало, мне мало знаний, я реально впитываю как губка сейчас, как никогда, и мне прям вот все мало, хочется еще, еще, еще наполнить себя прям до предела. Все, спокойной ночи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!